Для министра иностранных дел России август завершился визитом сразу в три европейские страны – Венгрию, Австрию, Италию – Лавров посетил по приглашению глав государств. В фокусе переговоров были торгово-экономические отношения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта уверен – Европа зависит от российского энергоснабжения. Венгерская сторона готовится заключить новое долгосрочное соглашение о поставках российского газа и рассчитывает на гибкий подход по срокам и цене. С господином Миллером мы обсудим подробности этого договора и думаю, что осенью мы снова сможем заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими условиями, чтобы обеспечить энергобезопасность страны. Австрия также является ключевым экономическим партнером в Европе. Порядка полутора тысяч австрийских компаний ведут бизнес в России, а рост товарооборота с Италией, несмотря на пандемию, за последний год составил 30%. Наши страны связывают и совместные культурные проекты. В Вене состоялась встреча с активом форума «Сочинский диалог». Он играет важную роль в сохранении культурно-гуманитарных связей между Россией и Австрией. А в рамках текущего перекрестного года российских и итальянских музеев уже этой осенью в Милане представят выставку к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Также Лавров поблагодарил Австрию и Венгрию за бережное отношение ко вкладу СССР в освобождение Европы от нацизма и взложил цветы к советским мемориалам в Вене и Будапеште. Тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему остается важнейшей на повестке дня. Венгрия стала одним из лидеров по вакцинации в ЕС, причем более миллиона человек получили российскую вакцину. В 2022 году в стране планируют наладить производство спутника ВИ. Большое турне Лаврова, как его уже окрестили в европейской прессе, не случайно. Отношения с коллективным Западом складываются непросто, и все чаще Кремль стремится налаживать отношения точечно, в двустороннем формате. Борьба с пандемией должна была сплотить страны, однако сегодня, по словам Лаврова, политика двойных стандартов проникла и в сферу здравоохранения. Российская вакцина по-прежнему не одобрена на территории ЕС. Однако наряду с Венгрией есть и другие страны, которые пошли наперекор Брюсселю. Большая часть населения Сан-Марина была привита спутником ВИ. Однако граждане этой страны, в отличие от россиян, могут беспрепятственно передвигаться по территории ЕС. Есть разногласия во многих других аспектах. Стороны не могут найти консенсус по делу Алексея Навального и Крыма. Нет ли у Австрии желания направить делегацию и убедиться своими глазами, что там происходит? Я убежден, что желание у Австрии есть. Не хочу вас разочаровывать, Сергей, но на данном этапе нет ни желания, ни намерения направлять делегацию в Крыму. Запад обвиняет Россию в нарушении свободы слова, Лавров убежден. ЕС проводит деструктивную русофобскую политику, а НАТО под лозунгом «Сдерживание России» нагнетает ситуацию на европейском континенте. Впрочем, по многим вопросам нет согласия и внутри ЕС. Если Венгрия видит в эскалации конфликта в Афганистане угрозу национальной безопасности и категорически выступает против новых потоков беженцев, то глава МИД Италии Луиджи Демайо выразил обеспокоенность в гуманитарной ситуации в Афганистане и потребовал, чтобы талибы гарантировали соблюдение гражданских прав и свобод. Позиция российской стороны по Афганистану остается прежней. Все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей, они весьма взрывоопасны. Ситуация в Афганистане, по мнению министра иностранных дел России, показывает необходимое взаимодействие России и Запада. Однако вмешательства во внутренние дела другой страны недопустимы. Прекратите политические игры вокруг экономических проектов. Этот призыв звучал литмотивом в заявлениях российской стороны. Решатся ли Италия, Венгрия и Австрия, перечить Брюсселю и идти на сближение с Россией, покажет время. Елизавета Морская, Виктория Лысенко, МГИМО-360.